возможно в себе раскрыть адекватную агрессию абьюз родителями так мудители выработал реакцию жертвы иной раз неожиданно кто-то переходит границы я продолжаю вяло отшучиваться или схаваю потом видимся да можно с первую очередь тебя стоит запрет на защиту своих границ вот это очень важный нюанс смотри какие умные как какие умные в кавычках родители но не только родители вообще абьюзера как они такие знаешь делать так абьюзеры часто делают козлантик может быть и знаете такое слово газлайтинг это когда тебе говорят вот представь ты идешь там с другом мы не будем родителей трогать представим тебя друг абьюзер такое тоже бывает друг и абьюзер да как странно звучит но такое бывает ее что с другом и тебе друг абьюзер говорит ха-ха посмотри у тебя нос как картошка нет это не слишком оскорбительно да ну ладно друг говорит смотри слушай ты такой мудак ты такой мудак ну и такой и смеется такой тебе а тебе неприятно да вот это вот максимально такой перешел границу чувак и ты ему говоришь чем почему вот кстати почему-то жертва это же не просто так ты жертва сейчас ты поймешь а ты ему говоришь ты чё блин офигел что ли ты как вообще смеешь такое мне говорить ты говоришь этому например михаилу другу михаилу а друг михаил тебе говорит ты чего это же была шутка я же просто пошутил а ты чё такой ранимый ты чё такой ранимый это было просто шутка ты чё такая истеричка или там а что ты такое тебя все время что ли обижают и тебе все время кажется что я тебя обижаю да или а тебе к психологу надо то есть первый газлайтинг это переворачивание что человек просто как бы пошутил вторая методика газлайтинг а это что с тобой что-то не так психологически третья методика что я такого не говорил то есть ты можешь ему сказать ты меня мудаком назвал а тебе И Михаил скажет, нет, тебе показалось, не было такого. Газлайтинг – это задача, что ты будешь все время задумываться, что с тобой что-то не так. То есть ты не будешь думать, что с человеком проблема. Ты будешь думать, что с тобой что-то не то, что ты какой-то сумасшедший, что ты сходишь с ума. Тебе будет казаться, что что-то идет не так. То есть тебе кажется, что это все у тебя в голове. Это задача газлайтинга. Соответственно, ты превращаешься в жертву. Все очень просто. Ты в следующий раз не можешь показать свои границы, потому что в этот момент тебе будет приходить мысль, что ты какой-то не такой, что с тобой что-то не так. Ты не можешь показать свою границу, потому что это ты. Ку-ку. А он нормальный. Давайте в качестве примера. Вам человек говорит, например, ну вы хотите встретиться с человеком. Ну то есть давай вот ты пообщался, да, вот с абьюзером, да, токсиком, который применял газлайтинг. А ты стал жертвой. Все. Расстался ты с этим человеком, сказал, пошел ты, да, или он тебя бросил. И ты дальше общаешься. Встречаешься ты с девушкой. И с девушкой ты встречаешься, а газлайтинг у тебя в голове остался, да, ты жертва. И девушка, тебя динамит. Ну то есть ты с ней договариваешься о встрече, а она говорит, а я не могу в 4, давай в 6. В 6 вы договариваетесь. А она говорит, а я не могу в 6, давай в 7. Ты договоришься в 7, она говорит, а я не могу в 7, давай в 8. И в итоге ты с ней встречаешься, но она не приходит в 8. Она приходит в 8.30. Но прикол в том, что ты ждешь 8 И в этот момент у тебя приходит мысль, что Ну, она вообще офигела То есть мы договорились 4, и в итоге оказалось 8 И она еще опаздывает на полчаса И как только вот тебе хочется уже возмутиться И просто бросить, посказать, да иди ты, блин, вообще То есть уйти хочется У тебя приходит мысль газлайтинга Из газлайтинга, из тебя раньше фигачили Что со мной что-то не так, это нормально Надо потерпеть, надо подождать Ну, это я неадекватный, и сейчас я ее брошу Если через полчаса, там, типа, если сейчас я уйду Ничего не скажу, если я не буду возмущаться Если я буду возмущаться, это значит, что у меня что-то не так Это я проблемный, а она нормальная Это нормально, что на 4 до 8 Меня динамило Это нормально, что с 8.30 она только Встретилась, то есть она полчаса опоздала И меня вообще не предупредила, то есть ты начнешь гнобить сам себя Задача газлайтинга Задача манипуляции, это когда ты Начинаешь манипулировать над самим собой Это сверхискусство Манипуляции газлайтинга Когда ты манипулируешь над самим собой Ты не дашь задачи никому Потому что ты будешь бить самого себя Что с тобой что-то не так, а люди нормальные Если у тебя приходит мысль, что с тобой что-то не так, а все люди нормальные Есть большая вероятность, что над тобой совершили насилие психологическое Это и есть газлайтинг Я это говорю, потому что я это испытал на себе Я знаю, как это работает Соответственно, чтобы разрушить газлайтинг Сначала нужно свои границы, четкие границы обозначить Если ты вот сказал Вот я не хочу, чтобы человек опаздывал на полчаса Все, это твоя граница Если тебе кто-то будет говорить, что ты ненормальный Ты говоришь, пошел в жопу Пошел, вот ты говоришь, пошел А может, то есть ты имеешь право не договариваться Ты предупредил раз человека, предупредил два Отправляешь его на все четыре стороны Просто говоришь, пошел вон, все Все У тебя есть граница четкая Есть какая-то еще граница Например, ты не любишь, когда тебя называют мудаком Никто не любит Но главное, что ты не любишь Вот все, тебе есть так сказали Не важно, в какой форме ты сказали Шутки, полушутки и так далее Не имеет значения Это твоя граница Ты говоришь, нет Это так ты делать не будешь Когда человек тебе начинает говорить Ну это была просто шутка Ты какой-то не такой Ты сразу затыкаешь ему рот и говоришь Это твоя проблема Мне это не нравится Ты будешь со мной общаться Так, как мне приятно Не хочешь общаться поуважительно Пошел вон Пока ты четкие границы не выставишь Пока ты не сможешь легко разорвать связь мудаками Тебя ждет много-много-много-много страданий К качестве жертвы Кто у нас жертва Кто молчит Обижается Расстраивается И не может послать этого человека Продолжает с ним общаться дальше А если он его посылает То продолжает себя гнобить за то Что он был виноват за то, что он его послал Пока ты точно не обозначишь свои границы И пока ты этой границы не будешь защищать Да В том числе граница от газлайтинга Тебя будет постоянно атаковать Все Вот это нужно понять Давайте мой пример Пример жизни Я не знал, что у меня оказывается Есть в этом проблема была в свое время С девушкой общаюсь По-дружески Симпатичная девушка Приятно Интересно с ней общаться Стебет меня Тут кусило неприятно Тут не кусило неприятно А я Ну мне нравится эта девушка Я думаю прикольно Ну пусть там Пусть постебет Границы не были обозначены Надо было уже в самом начале этапа Сказать Вот моя граница Но проблема не в этом Я не сказал свою границу Зная, что если я скажу границу Она уйдет То есть проблема не в ней А мне Что я боюсь Что эта девушка От меня уйдет Если я ей обозначу свою границу Поэтому А границу я обозначить не буду Я не обозначу границу Чтобы она была рядом со мной Вот с этим нужно разбираться Я не обозначил границу Она продолжала делать Она усилила Еще, еще, еще И в какой-то момент Она меня чуть ли не матом не посылала Вы представляете? Я пропускал границу Пропускал, пропускал, пропускал Это усиливалось Это усиливалось Это усиливалось Усиливалось Я обижался Усиливалось Я обижался Это накапливалось В какой-то момент Он сказал Пошел Просто чуть ли не матом И в этот момент Я взрываюсь уже Потому что меня посылают Я посылаю в ответ То есть мы это делаем обоюдно, и мы все равно расстаемся. Прикольно, да? Я мог в самом начале показать свои границы, мы могли общаться, может быть интересно, а могли бы расстаться. И мы бы все равно расстались, если бы я не показал свои границы. Вот пока до тебя эта мысль не дойдет, что ты все равно с человеком расстанешься, рано или поздно, если ты не покажешь свои границы. Да, и есть вероятность, что ты покажешь свои границы, и ты тоже с ним расстанешься. Но есть очень важный нюанс. Газлантик может тебя поймать на такой мысли, что твои границы неадекватны. Вот так вот. То есть тебе могут сказать, ты говоришь, я не люблю, когда меня, например, там критикуют. Ну, в смысле, я не люблю, когда, например, мне как-то там неприятности будут. Газлайтинги, если человек так найдет к тебе такую штуку, он что скажет? Ты слишком категоричный. И вот здесь очень важно. Границы действительно есть адекватные границы, а есть неадекватные. Действительно, это может быть газлайтинг, а может быть правда, что твои границы, когда человека слишком много гнобили, уничтожали, он ставит очень жесткие границы. Он действительно начинает агрессировать уже на любой повод. Ему там улыбнись, он уже сразу интерпретирует этот негатив. Вот здесь очень важный нюанс. Не скатиться до социопатии, когда ты ненавидишь людей. Это очень важный нюанс. Когда ты считаешь, что все люди пудаки, что каждый человек хочет тебя укусить, каждый человек тобой манипулирует. Или как тут рекламу дает один мой ученик, что вот здесь чувак, который считает, что все женщины его проверяют, постоянно его проверяют. Человек скатился уже вот в ежика, вот такой шипы выпустил. Вот надо привести себя к адекватности. Адекватность заключается в том, что есть определенные нормы поведения по отношению к человеку, которого любят, ценят, уважают. Или партнерские отношения. Нормы поведения к человеку, который любят, ценят, уважают партнерские отношения. Если этого нет, все. Ну, значит, ты прекращаешь общение с этим человеком. То есть есть действительно какие-то определенные правила. Давайте пример. Девушка токсик с парнем встречается. Она токсик, абьюзер. Абьюзерша, вообще жесткая такая абьюзерша. Газлайтинг применяет, круто манипулирует им. Там чуть ли не материт его, уничтожает его самооценку. Критикует постоянно. Очень важный нюанс. Надо задать вопрос. А эта девушка везде так делает или делает только с парнем? И ответ будет только с этим парнем. А где она это не делает? И самое главное, получается, что где-то она делает по-другому, правильно? Где-то она ценит, уважает и партнерские отношения. Она же где-то это делает, правильно, на работе. На работе, на руководство свое ценит, уважает. Но она это не применяет на своем парне. То есть поведение все-таки есть. А определенное правильное поведение по отношению к человеку, уважительное поведение есть. Где это еще девушка себя хорошо ведет? Со своей сестрой. Она любит, ценит, уважает ее. И партнерские отношения. Но с парнем она так себя не ведет. с мамой. Любит, ценит, уважает партнерские отношения. С парнем так себя не ведет. Значит, все-таки есть какие-то границы, которые не имеет человек права, неважно какой, переходить. Это очень важный нюанс. И дальше ты уже разбираешься, да, например. Что значит любит? Не все же понимают, что кто-то думает, что если бьет, значит любит. Да, есть такое же выражение. Тоже газлайтинг в какой-то степени. Что значит ценит? Что это уважает? Вот с этим тебе нужно разобраться. Что бы ты хотел? То есть, чтобы не уйти в категоричность. Вот все, вот я хочу, чтобы вы там чуть ли на меня не хихали надо мной. Нужно точно понимать, какие у тебя границы. Что точно? Например, я не хочу, чтобы меня там постоянно критиковали. А что значит постоянно? На какой теме? И так далее. Я не хочу, чтобы там, например, меня там, не знаю, осуждали в чем-то. Или ну какая-то шутка степ, да, был именно какой-то жесткий степ. Я не хочу, чтобы был степ. Все, вот ты должен вот это понять. И доносить. Ты еще должен научиться доносить это. Не просто граница должна быть, ты ее понимаешь. Но ты еще должен донести это человеку правильно. Если человек, ты это сказал, он продолжает это делать. Ты еще раз сказал. Он продолжает это делать. И только после этого ты прекращаешь с ним общение. Тебе даже не надо ему ничего объяснять. Тебе не надо ему ничего доказывать. Ты просто прекращаешь с ним общение. Все. Этого человека твоей жизни не существует. Потому что этот же человек, который тебя материт, либо что там там делать, границы твои подвигает. Этот же человек К другим людям относится уважительно, любяще И партнерские отношения Это очень важный нюанс Тот же самый абьюзер, тот же самый токсик Тот же самый социопат с начальником так не сделает Тот же самый чувак не сделает с каким-то своим другом Не сделает, а с тобой это делает Это очень важный нюанс И если он это с тобой делает, а с другим не делает Пошел вон, вот так говоришь, пошла вон Все, просто пошла и удаляешь все Все, нет этого человека, мыльный пузырь разрушился Все, нет, нет человека, все Если тебе кто-то говорит, ты слишком грубый и так далее, тоже посылаешь его вон. Всех, кто тебе там говорит, или этот же человек говорит, как ты смеешь, а где же любовь, пошел вон, как ты ко мне относишься. Ты к начальнику хорошо относишься, почему ты ко мне так плохо относишься? Пошла вон, все. Нет, здесь никакой морали. Если человек с тобой общается так, ты его посылаешь. Просто говоришь, пошел вон, в первую очередь себя внутри. Этого человека в твоей жизни больше нет и никогда не будет. Пошел вон. Запомни эту фразу, пошел вон, прекрасно работает. Но очень важно, границы должны быть твои адекватные. Потому что ты можешь остаться вообще один. Ты будешь так всех посылать людей. Вообще у тебя друзей не будет, знакомых не будет, никого не будет. Потому что ты будешь считать, что тебя все ненавидят. И ты, ну типа, ненавидят, а границы твои попирают. Вот здесь очень важно быть адекватным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!